автомобиль hyundai trajet двигатель дизельный d4a объемом 2 литра рассыпался подшипник обводного ролика газораспределительного механизма подшипник рассыпался перед этим значит начал начал пахнуть из-под капотов горелок пластмассы какой-то и перед перед заводкой он попросту рассыпался так тут следы ржавчины это вода попала как-то летом бороздили речку вот сейчас январь 2013 год дальше значит съем производим снимаем колесо дальше пытаемся я попытался вернее снять вот это подкрылок у меня к сожалению не вышло так как так как вот здесь верхней части вот вот тут плохо вот вот на этом стыке вот на этом месте стыкуются две половинки и здесь он но друг друга они приплавлены и поэтому по идее надо снимать и вот этот подкрылок но его снять не вышло потому что вот эти винты не винты шурупы да пусть мы они ну все отслужили свое и поэтому их надо или высверливать или что-то делать вот тут еще есть болты болты выкрутились принципе нормально вот дальше что происходит открывается значит нам а ну здесь снимаем само собой этот защиту пыльник или как он называется дальше дальше снимаем шкив шкив а вернее снимаем приводной обвода поликлиновый ремень вот здесь его ролик ролик выглядит вот таким образом вот спереди он иной раз скажет по мне показал что он даже резиновый но он целиком полностью металлический была зима ну вернее зима и поэтому на ощупь пальцы замерзли они не совсем понял но штуретина вот вот шкив коленвала держится на четырех болтах на четырех вот этих болтов это это вот подкрылка болты значит снимаем дальше снимаем дальше значит ремень дальше он съезжает снимаем четыре болта откручиваем шкива коленвала снимаем и тут я вот увидел тут она причина ролик подшипник какой-то рассыпался уж потом увидел да вот дальше снимаем здесь крышку вот этой грм нижней нижняя крышка кожуха грм вот она держится на 5 на 5 болтах к трем из них доступ принципе имеется свободны к четвертому доступ головкой с карданчиком четвертной так вот такой дальше дальше к пятому верхнему болту имеется доступ накидным ключом на 10 в принципе нормально отключилась дальше дальше у нас что происходит дальше мы поддомкрачиваем движок на всякий случай само собой потому что ему придется тягать вверх-вниз поддомкрачиваем снимаем 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 так переднюю опору двигатель незаметно видно нет так где вот здесь вот это снимаем болт вот этот дальше снимаем вот это крепление опору двигателя вот вот тут гайки они откручивались ну нормально но этот болт тяжело вышел и вся соль в том чтобы выкрутить вот этот кронштейн кронштейн его хлопоты связаны хлопоты с ним связаны с вот вот этим болтом вот этим и и вот вот эти нижним болтом они упираются упираются в общем не знаю лонжерон называют на это место вот в общем и для этого для того чтобы выкрутить машину надо не машин двигатель надо сперва поднимать потом опускать и натяжной ролик он он прячется где-то за этим кронштейном сверху снимаем так снимаем крепление опоры опору двигателя вот она вот дальше снимаем верхний кожух системы грм он держится на четырех болтах так значит он у нас как у нас держится вот так вот так на эти болты 1 2 3 4 вот этот незаметный сзади чуть-чуть на нем держится вот этот вот это крепление системы кондиционирования вот такое крепление вот вот на этом болте болту таким образом от стоит так это болты кожуха это болты крепления опоры ну все вот как-то так сумбурно но но как-то так шкив шкив извлекается как шкив снимается в принципе нормально коленвал так вот подставляем подсовываем молоток и тихонько его расшатываем и выковыриваем пока вот так дальше война план покажет так продолжаем значит для того чтобы извлечь два болта верхних так все как в крепление три болта вот один вот второй и по моему через камеру плохо видно тогда вот этот третий к сожалению не может сфокусировать вот этот третий значит мы я потом кратил движок пришлось нужно будет снять вот эту верхнюю опору вот вот она она у меня к сожалению оказалась вдобавок ко всему еще порван вот там была вся эта вода вот эта вся жижа отсюда и выскочила не знаю правда чем чревато то что она порвана ну ладно пока суть разговора не об этом значит потом кратит пришлось таким образом вот так вот принципе поднялось два болта у нас оказались доступны для выкручивания и вроде как не должны упираться него что вот пока так в общем два таких болта верхних извлечены вот отсюда и отсюда он два отверстия на двигатель пришлось еще чуть-чуть под дом коротить так как в дальний болт упирается вот эти трубки системы кондиционирования сейчас будем опускать часа будем опускать двигатель дабы извлечь нижний болт попробовать третий болт выскочил все гаечным ключом только подобраться так 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 вот тут да вот это место ничего не уперлось опустили опустил движок до минимума буквально висит просто на одной опоре сейчас будем пробовать снимать кронштейн так в общем этот кронштейн держится не тремя а четырьмя болтами вот он четвертый значит для того чтобы его демонтировать проще двигатель сперва опустить опустить и снять нижний болт и затем поднять и снять три болта и с другой стороны открывается доступ к роликам сверху проще так что сперва опускаем затем поднимаем сейчас будем пробовать откручивать этот болт вот сам злосчастный ролик весь потрепанный всеми ветрами в общем пока вот так вот ролик вот болт так все открутили болт значит вот эти два передних болта вот эти раз раз они откручиваются они откручиваются карданом ключ на головка на 14 вот его головку на 14 карданчик вороток и трещотка вот эти два задних на ней накидным накидным на 14 открутились так теперь пробуем извлечь кронштейн как видим подходит по крайней мере без трудностей посмотрим как как вылезет оттуда так тут у нас только ролик ролик все даже 10 тысяч километров не прошел сожалению так совсем остальным сейчас будем разбираться с этим кронштейном так извлечен этот алюминиевый кронштейн засады конечно другого слова нет вот вот это место вот это место цепляется когда пытаешься вытащить вот так машина пришлось под двигатель вернее пришлось под домкратить вообще невероятно просто боюсь как бы это так двигатель пришлось под домкратить очень-очень высоко боюсь как бы это не подпортило поддон вообще это раз и два так как приходится высоко задирать какая-то трубка система кондиционирования дала течь заперла короче этим фреоном в общем возможно я придется потом заправлять поднимаешь ну травит опускаешь перестает мух я знаю что это такое то в общем вот так вот вот теперь в идеале так обводной ролик я снял шестигранником на 8 воротком 8 так ну в общем вот так пока будем дальше искать ремень гарем освобождать от старых подшипника от его остатков пространство рабочие будем смотреть как натягивать вот теперь по моему все пока а